В теории многие люди признают Ценность человеческой жизни Однако, когда дело доходит до практических вещей То у некоторых граждан появляются сомнения Здравствуйте, уважаемые телезрители В эфире на телеканале Россия Программа следствия СКР-09 Завершено расследование уголовного дела В отношении бывшего мирового судьи Напомним, 12 мая 2018 года Обвиняемый, находясь в состоянии Алкогольного опьянения Выехал на полосу встречного движения И допустил столкновение с другой машиной В результате дорожно-транспортного происшествия Водитель автомашины, в которого врезался судья Причинен тяжелый вред здоровью А два его пассажира От полученной травм скончались В ходе следствия обвиняемый вину не признавал Пользуясь статусом мирового судьи Отказывался предоставлять образцы В том числе кровь и другие биологические объекты Для сравнительных исследований Кроме того, возбуждение В отношении его уголовного дела Перевлечение к уголовной ответственности Проводилось в особом порядке Предусматривающем получение разрешения Высшей квалификационной коллегии Судей Российской Федерации Судя по заключению эксперта У него было значительное состояние Алкогольное опьянение Которое не позволяло ему Уверенно управлять автомобилем И об этом свидетельствует Улика в деле Это запись С видеорегистратора его автомобиля По данной записи видно, что он Неоднократно нарушал Правила дорожного движения При движении с города Ставрополя В сторону города Черкеска В частности, он многократно выезжал На полосу встречного движения Как бы вилял Создавал помехи встречному транспорту Создавал аварийные ситуации И ввиду этого Даже он был остановлен Сотрудниками ГИБДД Которым он предъявил свое удостоверение Но и те не могли предпринять В отношении его каких-то мер И Якуш продолжал движение Во следующем ходе расследования Удалось доказать, что Что он был в состоянии Алкогольного опьянения На момент управления автомобилем И поэтому Нужно было предъявлять Более тяжкое обвинение То есть по части 6 статьи 264 Из-за этого Вновь обращались Высшие квалификационные коллеги Судей Получали разрешение На привлечение Якуша К уголовной ответственности Другая причина Что проведено Огромное количество Следственных действий В том числе Особо сложных Трудоемких экспертиз Приехали, прождали Никаких этих Одного Свидетелей Одного просили Буквально 5 минут А ожидали Более конкретных Вещений, наверное Действий То один адвокат У него заболел коронавирусом Второй боится Надо продлить Опять растяивает Откуда-то непонятно Когда-то должен быть Наверное Конец этому случаю Какие еще у него уловки Он сам Представитель Закона Знает законы Наверное Хочет еще что-то обойти Или время Растянуть Чтоб что-то по-другому Переделать Не знаю По-другому варианта нет То, что по закону Он должен Как Виновник ДТП Унесший с собой Две жизни Третьего покалечил Что предусматривается Судом Законом Я хочу Чтобы он это испытал Возбуждение уголовного дела В отношении жителей республики Обвиняемого в убийстве 14 июля 2021 года От оперативного дежурного Следственный отдел по Черкесску Поступило сообщение Об обнаружении тела 14-летней девушки С признаками насильственной смерти Расследование уголовного дела Незамедлительно подключились Криминалисты Следственного управления И сотрудники уголовного розыска Благодаря грамотно спланированным И проведенным следственным действиям Оперативно-разыскным мероприятиям Преступление удалось раскрыть По горячим следам По версии следствия Вечером 13 июля 2021 года Обвиняемый находился В одной из комнат общежития Расположенного в многоквартирном доме На улице Новая Города Черкеска В настоящее время Первым отделом по расследованию Особо важных дел Следственного управления По республике Расследуется уголовное дело По факту изнасилования И убийства 15-летней девочки Совершенной в июле текущего года В городе Черкесске Это особо тяжкое преступление Было раскрыто практически сразу После его совершения Преступник был задержан В тот момент Когда пытался скрыть Следы совершенного им преступления Им оказался 34-летний житель Города Черкеска Ранее судимый За совершение аналогичного преступления В отношении малолетнего ребенка И на основании Постановления Верховного Суда Республики Проходивший принудительное Стационарное лечение В Орловской психиатрической больнице На протяжении 14 лет Допрошенный в качестве подозреваемого Он дал признательные показания Ему предъявлено обвинение В убийстве и изнасиловании Совершеннолетнего лица В отношении него Избраны меры пресечения В виде заключения под стражу По уголовному делу Проведены медицинские, генетические Дактилоскопические судебные экспертизы В настоящее время В отношении обвиняемого Проводится стационарная Комплексная психолого-психиатрическая Судебная экспертиза В Медицинском исследовательском центре Психиатрии и наркологии Имени Сербского Города Москва После выполнения всех Необходимых следственных И процессуальных действий Уголовное дело будет направлено Верховный суд Республики Для рассмотрения по существу Также в настоящее время Следственным управлением По республике Возбуждено и расследуется Уголовное дело По факту халатности Медицинских сотрудников Осуществляющих Принудительное амбулаторное Лечение обвиняемого В рамках расследования Данных уголовных дел Будут выполнены Все требования Уголовно-процессуального Законодательства В том числе Установленные обстоятельства Способствовавшие Совершению данных преступлений Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России По Карачаево-Черкесской республики Просят оказать содействие В розыске Подозреваемого В совершении Особо тяжкого преступления По подозрению В совершении преступления Предусмотренного Частью первой Статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации По Карачаево-Черкесской республике Разыскивается Житель Ногайского района Киракосян Самвел Самсонович 1989 года рождения В производстве Второго отдела По расследованию Особо важных дел Находится уголовное дело Возбуждено по признакам Преступления Части первой Статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации В ходе следствия Установлено Что 24 августа 2021 года В Улии Иконхалк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики Между двумя Мужчинами Возник конфликт В ходе которого Киракосян Самвел Самсонович Из неустановленного Следствием Оружия Выстрелил Не менее одного раза В потерпевшего В результате Чего Данный Данный гражданин Скончался По пути следования Медицинского учреждения В настоящее время Киракосян Савел Самсонович Объявлен Федеральный розыск По подозрению В совершении преступления Предусмотренного В октябре этого года Исполнилось 67 лет Со дня образования Службы криминалистики Любое время суток Без выходных И праздников Они выезжают На место преступления И выполняют Поставленные перед ними Задачи Раскрывают Тайны следствия И восстанавливают Справедливость На вопрос Почему вы выбрали Эту стезю Руководитель отдела Криминалистики Отвечает просто Стал криминалистом Потому что Хотел всегда Помогать людям Попавшим в беду Так Владислав Скорик пошел По стопам своих родных Которые работали Сотрудниками прокуратуры После создания Следственного комитета Принял решение О переводе Поскольку данная работа Тоже является Интересной И также приносит Пользу людям Восстановление справедливости Вот что чувствует Следователь Когда раскрывает Преступление Это и есть мотивация Считает Владислав Скорик В настоящее время В отделе криминалистики Трудятся Самые опытные Следователи Криминалисты Имеющие Большой стаж Работы Обладающими Как организаторскими Науками Как и Творческими В том числе Отдел Криминалистики Следственного управления Состоит из Семи сотрудников Отдела криминалистки Это руководитель отдела Три Старших следователя Криминалиста Два Следователя Криминалиста И специалист Полиграфолог Создавалась криминалистика В органах прокуратуры В целях Содействия В борьбе с преступностью И совершенствовании Приемов следствия Ну а следователь Являлся специалистом Собирающим доказательства В разных сферах В области Жизнедеятельности Людей Любое совершенное Преступление Это беда человека С которой сталкивается Криминалист В свою очередь Эксперты разбирают Причины преступных действий А после находят Заинтересованных лиц Которые переступили Черту закона Задача же специалистов Доказать их Причастность к преступлениям Большое значение Для развития криминалистики Имеет современные технологии Достижения науки И техники Использование таких средств Оно привело К существенному повышению Уровням профессиональной подготовки Сотрудников отдела И в целом Сотрудников Следственного управления По мере развития Технологии Криминалистика Двинулась уже Далеко вперед И в зависимости От конкретных задач Категории уголовного дела Мы сейчас Имеем возможности Фиксировать Анализировать Множество Новых Следов Преступлений Следователи Криминалисты Обеспечены Самым высокотехнологичным Оборудованием В первую очередь Эксперт-криминалист Имеет при себе Специальный набор Который содержит Все необходимые Средства и реактивы Позволяющие Обнаружить Практически Любые следы Преступления Аппаратура Для определения Невидимых следов Рук Выявляющая Отпечатки Практически На любой поверхности Набор Считывающий Удаленную информацию С любых гаджетов А точнее Если преступник Уничтожил Как ему кажется Компрометирующую Его информацию Ее можно восстановить Также на вооружении Криминалистов Имеется Георадар Этот незамысловатый Прибор Сканирует почву И выявляет Какие-либо Внутренние повреждения Применение Современной Криминалистической Техники Оказывает Неоценимую помощь В раскрытии Расследовании Преступлений Большую роль Адекримилист Уделяют Учебе Молодых следователей Которые Собираются Поступили Поступили на работу И еще не имеют Достаточного Знания В области Расследования Уголовных дел А также Осмотр места происшествия В связи с этим Отдел криминалистики Ежедневеквартально Собирает Учебу Молодых следователей На которой Проводятся Тематические занятия По осмотрам Места происшествия То ли иной Конкретной ситуации От того Насколько Высок профессиональный Уровень Следователя Криминалиста Во многом Зависит Не только Раскрытие преступления Но в целом Исход предварительного Расследования И судебного Рассмотрения Уголовного дела Если человек Существует С пониманием Ценности Жизни То он Ставит Перед собой Какие-то Духовные Цели А если Смысл Отсутствует То и Существование Обесценивается Продолжение следует...